Всем привет, ребята! У меня сейчас было примерно три дубля серьезного разговора с вами, но ничего не ушло. Мне не нравится, как я там разговариваю, поэтому скажу кратко. Во-первых, я разучилась на все 100%. Мне кажется, разучилась кайфовать от времени, проведенного наедине с собой. Потому что не так много бывает, а когда оно бывает, у меня внутри жесткое ощущение, что что-то не так, что-то неправильное, мне хочется быстрее прийти домой. И это не норм вообще ни разу, но мамочки поймут. Номер два. Я решила это изменить, поэтому я сейчас в парке одна, гуляю. У нас сегодня 11 градусов, чудесная погода. Потом я поеду в Старбакс, буду делать задания с компьютером, так по-модному. Номер три. Я хочу делиться с вами разными моментами и не хочу, чтобы канал был суперпозитивным. Хотя я всегда стараюсь. Не стараюсь, это просто само происходит, потому что я делюсь какими-то хорошими моментами. И понятно, что они вам положительные эмоции приносят. Но я также хочу, чтобы не было иллюзии вот этого вечного позитивчика, потому что это вообще неправда. У меня бывает разное состояние, и я знаю, что многие, когда видят таких людей, которые постоянно в позитиве, думают, что с ними что-то не так. Вот я не хочу, чтобы так никто думал. Поэтому мне хочется, чтобы всё было максимально правдиво. Потом там какой номер, я уже забыла. Следующий. Озвучки малыша больше не будет. Не вижу смысла долго объяснять. Просто я решила, что так делать не хочу, что я не хочу афишировать жизнь своего ребёнка настолько. И я также не хочу строить свою YouTube-деятельность вокруг своего ребёнка. И этот канал не про неё, несмотря на то, что в последнее время действительно много было видео из этой серии. Ну, много, там штуки четыре, но это много. И мне это не понравилось совершенно. Здорово они останутся для меня, для семейного архива. Я, конечно, буду снимать влоги. Я думаю, что мы на этом и сфокусируемся. Периодически, может быть, что-то ещё по настроению. А там посмотрим. Также я хочу сейчас начать активнее вести свой Инстаграм. Писать больше постов, выкладывать сторис, заморачиваться. Поэтому, если ещё не подписаны, переходите в гости. Добро пожаловать. И посмотрим, что из этого всего получится. Сейчас прохожу курс по Инстаграму. Он меня вдохновил на это. По идее, курс рассчитан на то, чтобы обучить людей стать менеджерами для блогеров. Но поскольку я сама пытаюсь стать блогером, наверное, типа уже блогер, я не знаю. Не важно. В любом случае, там было очень много полезной информации для меня. Кстати, вы заметили, что я сегодня накрасилась? Я вообще очень давно не красилась. И я поняла, что я поэтому дико скучала. Потому что это часть меня всегда была. Мне нравилось краситься, заморачиваться со своим внешним видом. Хочу немножко возобновить это дело тоже. Ну вот так. Так что я пошла гулять и кайфовать. Слушать песенку на репите. Мне очень нравится новая Баста Скандал называется. Прикольная. Я в первый раз слушаю, думаю, что за херня вообще. А потом мне понравилось. Если сейчас кто-то в комментариях напишет, что я сказала слово херня. Ребята, я еще не такие слова говорю. Вы чего? Серьезно. Мне это даже смешит. Когда я сказала, еб твою мать. И на меня просто столько комментариев посыпалось, что серьезно? У вас так никто в семье не разговаривает, что ли? Я просто не пойму. У меня, например, всегда в семье так говорили. И еще не так. И при этом мы никогда не были плохими людьми. Так что, короче, все окей. Все окей. Вот. Но это больше, я думаю, что к деткам относится. Взрослые люди прекрасно понимают. Объяснять тут нечего. Вот. Ну все. Ладно. Пошла. На связи с вами. Продолжим этот влог. И я буду сообщать вам о своих действиях. Очень смешно сейчас иду. Ухожу с места, где я снимала для вас этот кусочек. И ко мне подходит папа с двумя детьми. И говорит, как прошла твоя видеосъемка? В итоге оказалось, что его дочка снимает видео на YouTube. Они мне начали показывать ее видео. Она спросила, как называется мой канал. Сказала, что продадома буду его искать. Это очень забавно. Если честно, мне безумно приятно, что здесь люди такие общительные и дружелюбные. Кто это там? Кто это там? Куда убежала? Она убежала от меня. Вот. Блин. Куда она делась? Все. Короче, она убежала. Я не знаю. О, вон она, вон она, вон она. На лавочке играет на гитаре. Все. Я погуляла. Сейчас что? Идет пара. Бабушка с дедушкой в обнимку. Прямо я так обнимаю. Подумать, то дальше идет папа с дочкой. На вид, может быть, котик с небольшим. Расговаривает с ней что-то серьезное. Потом такой, да, давай-ка тебе есть ква-ква. Утка говорит кра-кра. Смешно так. Мило. Ой, все-таки свежий воздух. Я приехала домой. Чувствую себя прекрасно. Просто какой-то новый человек. Боже мой. Я даже не подозревала, какой эффект может оказать вот такой денек. Даже полдня на самом деле я сделала огромную часть домашнего задания. У меня что-нибудь, по-моему, грязное, что-то стекло у фотоаппарата. Ладно. Я сделала огромную часть домашнего задания. И в целом посидела, гайфанула в инстаграме. Новую фишечку придумала. Теперь будем с мамочками, со всеми, которые меня фоллоют в инстаграме, делать такой meetime день. И отмечать. Я там хэштег придумала. Будем разные варианты того, что можно поделать. Ну, я так планирую предлагать. Все, я побежала домой к своим любимым Джереми и Джессике. Спокойной ночи вам. До встречи. У вас сейчас вроде не грязная камера. Кстати, она достаточно хорошо снимает. Даже ночью вы видите. Фокус, конечно, да, нужно секундочку, чтобы словить. Но посмотрите, какое качество. Я очень довольна. Для тех, кто будет спрашивать, это Canon G7X Mark II. Очень классная камера. Я ей довольна на все 100%. Всем, кто планирует всерьез снимать с YouTube, очень советую. Плюс она делает классные фотки. Не заморочена. Знаете, я вот не умею в настройках всех разбираться. А тут на автоматическом режиме сфоткал. Любой фильтр сверху. И уже фоточка смотрится очень классно и профессионально. Да что? Блин, нет, походу я не до конца протерла. Вот я дурочка. Это отражение. От стекла. Чистый у меня экран. Видите, все чисто. А вот так, не чисто. Вот я дура. Ой, ладно, все, я пожру. Где мама? Птички. Птички. Ты снимаешь? Птички. Да я посмотрю. Нажала? О, все. Птичка меня сейчас нафоткала. У нее тоже хорошо получается. Неплохо, да? Я тренирую. Два года. Начинающий фотограф. Что мы купили с тобой? Птички. Мы купили панини с баклажаном и водичку, да? Водичку и печеньки. Ням. Ням. Я даже не могу сказать, передать вам словами, насколько сильно я обожаю процесс отучения ребенка от подгузников. Потому что сегодня, пока я еще не успела одеть, извините, нижнее белье Джессики. После того, как у нас учился уже accident, как это называется. Короче, вы поняли, что у нас училась. И она просто накакала посреди комнаты, пока сидела и играла. О, боже. Такому жизнь меня не готовила. Доброе утро, мои хорошие. Я сегодня снова проснулась рано, но настроение уже у меня намного лучше. Вчера я успела смонтировать видео для русского канала, выложить его, сделать обложку, теги и все прочее. Так что я молодец. Сегодня у нас, обещают, снег, который потом плавно перейдет в дождь. Ого. Да, лицо, конечно, у меня заметно пострадало. Но я думаю, что все-таки я сладкого перейела, наверное. Поэтому сейчас стараюсь ограничивать себя. В последнее время я расслабилась на самом деле на сладкое. Думаю, что... Поэтому, наверное, есть причина, все просто. Короче, мы с Джессикой отмечаем День всех влюбленных. Роллы, цветочки, шарики, шоколад. Все как положено. Что? Не получается. Ты знаешь, что есть даже взрослые, у которых не получается. Ничего страшного, все получатся. Надо научиться. Шоколадку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова